Бесплатные лекарства и медицинские изделия, санаторно-курортное лечение, проезд на пригородных и междугородних поездах до места лечения и обратно – всё это доступно тем, кто имеет право на набор социальных услуг. В нашем городе им пользуются 1332 человека. Это граждане-инвалиды, дети-инвалиды, участники ликвидации аварии на Чернобыльской атомной станции и в Семипалатинском поликоне, а также категории, приравненные к ним. Ветераны войны, инвалиды войны, участники боевых действий и жители блокадного Ленинграда. Люди, которым положен соцпакет, имеют право от него отказаться в пользу ежемесячной денежной компенсации. По Сарова она составляет 1155 рублей. По словам врачей, отказываясь от льготных препаратов, пациенты часто совершают ошибку. Как правило, это пациенты, имеющие серьёзные заболевания. Стоимость одного препарата достигает нескольких сотен тысяч. В случае, если пациент принимает решение в пользу получения денежной компенсации, вся стоимость лечения ложится на его плечи. Даже если сейчас пациент здоров и не нуждается в лекарствах, нет гарантии, что до конца года его состояние не ухудшится, не обострятся хронические заболевания. Препараты для лечения бронхиальной астмы, онкологических заболеваний, сахарного диабета и ишемической болезни сердца в основном стоят очень дорого. Денежная компенсация не способна покрыть расходы на их покупку. Вернуть право на получение льготных лекарств можно только один раз в год, до 1 октября. Для этого нужно написать заявление в пенсионный фонд. Право на соцпакет вступит в силу только с 1 января следующего года.